Сейчас главное, Казаев, не дрожи! Камера не должна дрожить. Ох, нифига себе! У меня даже камера затряслась. Вот здесь, фотку. Поехали! Здравствуйте, друзья! Сегодня мы в Железном Болоте, в Терерике, в залитой местности. И первый сигналчик. Смотрите, прекрасный аккумулятор. Только, мне кажется, это часть аккумулятора. А может, это целая. Это мотоциклеты, наверное. Наверное. Сейчас нам эксперт сразу скажет. О, смотри! Блин, он с клеймами, с какими... Написано... Немецкий аккумулятор написано. Нет! Аккумулятор для мотоцикла. О! Супер! Забирает. Переделаем немножечко. Жалко, он здесь подразбитый бакелит. Был бы целый был бы. Ну, может, поэтому его и выкинули. Как ты считаешь? Я думаю, да. Наверное, зарядного устройства не было. Поэтому и выкинуть. Заряжать нечем было. Опа! А это что? Подожди, подожди. О! Прямой эфир. Нагодно щупал. Яичко. Подложили. Какая голода она выпуска? Михаил, чем вы сейчас занимаетесь на данный момент? А вы попробуйте угадать. Ну... Вы сзади его поснимаете? О, смотри, аккуратно. Там ящик, похоже, с патронами. Я не вижу. Отойдем еще в сторону. Не в эту. Ага, о. Теперь вижу. Вот это да, ребята. Посмотрите, конечно, там... Смотрите. Посмотрите, что у нас. О, HJ-1932. Целый цинк патронов, точнее, два цинка. О, ах, прям на ноги стоишь. А у меня стоял на ноге просто. У меня даже камера затрислась. Это что-то порт? Нет, это петля. А, он открытый. Стоп. Все, стоит. Только цинки на столе. Все, нормально. Вон, смотри, Газаевич, ручки. Ага. С этой стороны. Слушай, а где же я доску тут дону? Не знаю, я думаю, на доску, скорее всего, стоит. Может быть, там не один ящик? Да ну, думаешь? Что это может быть? Что это может быть? А это могут быть ленты. Снержавейки. Снержавейки. Да, все мы преклонировали не будем. Не надо. Дайте мне похоронить. Куда у тебя такой занавской ножик? Да это по наследству досталось. Знаете? Сколько я залезал, сколько загубил. Вот и цинк идет. Цинковое покрытие. Что же там внутри будет? Сейчас, смотри, целая крышка поднимется. Не надо, Газаевич. Да. Оп. Так. Не терпится, Газаева, ну. Это цинковая внутренняя плетка. Ох. Охренеть. А это что у нас? Ракетница. Это ракетница и дымовые шашки. А дымовых я не вижу. А там? А это что? Вот, желтый. А да, смотри. А там, я знаю, что там. А никто не... Там ракетница. Там бутылка нужна, срочно. Там ракетница лежит. Ракетница, думаешь? Да. Должна быть ракетница. Надо еще следить. Давай я бутылку с подколом. Представляешь? А там ракетница. Там ракетница. У вас она уже есть в музее? А я, кстати, не знал, что у них комплектовались домовые с этим. Давай, давай сейчас обмоем. Смотри, какая красота. Щеточка, где бы их взять-то? Я с собой? Иди. Пойдем. Кстати, может алюминиевые сохранятся. Смотри, они в каком-то хорошем состоянии. Помнишь, блин, даже они совсем были плохие? А здесь в коллекционном состоянии. У тебя сумки с собой нет? Отобрал. Смотри, здесь толщина. Ух, они длинные, длинные. Это вообще капец. Не часто изучаются. Сам парашюты, наверное, должны. Конечно. Если бы парашют был, то классно. Они с парашютами все, а светительные с парашютом. Такое ощущение, как будто просто наладят. А смотри, здесь слоями лежат. Инструкция к применению. Полторы-две секунды, и начинается дымовал. Так же, как у хейтеров после просмотра наших видео. Ух, смотри, какая красота. Они вообще как новые, как с завода. В коллекционном состоянии. Блю, Блау. Ну, короче, как-то по-немецки. Ну, голубой, конечно. До 30 ноября 44-го года. Угу. Некоторых, самое главное, что у них разный срок хранения, в зависимости от наполнения. Некоторых 10 лет, некоторых он только 4 года. Вы неправильно цвет называете. Средний, хотел сказать. Они тоже ремплощатся. Не надо парушки. Да, мой. Коллекция. Привет. А вы заметили, что я 2 месяца отсутствовал на копе? Болел. Пока валялся в больнице, время как бы остановилось. Лежал, смотрел в потолок и думал, а не купить ли мне швейцарские часы? Пусть бережно учитывает, главное, время моей жизни. Свист Милитарий Хрона, часы швейцарской армии. Сидят как литые, 39 мм, что надо. Ни больше, ни меньше. Четкий циферблат, синий глубокий цвет. А теперь внимание. Заметьте, не царапины. Это сапфировое стекло. Водонепроницаемость 100 метров. Это о том говорит, что часы не протекут. Когда я буду шарить руками по дну железной реки. А теперь поговорим о главном. О точности. Плюс-минус 10 секунд в год. Говорит надпись на циферблате High Prestige Moving. А самое суперское. Это цена. 9800 рублей. На сайте bestwatch.ru По-моему, это очень хороший подарок для мужчин. Намек, поняли? А теперь о главном. Через три недели после вышеда этого ролика я разыграю вот эти часы. Для участия в розыгрыше подпишитесь на рассылку магазина bestwatch. Забейте промокод Юрий Гагарин. И пусть удача сопутствует вам. Ссылка в описании. Свис Милитари Хрона, bestwatch и ваш Газаев. Сейчас главное, Газаев, не дрожи. Камера не должна дрожать. Думаешь? Я понимаю, что тебе будет страшно. Но ты должен себя пересилить. О, слушай, а она же без этого. Тут-то все и дело. У нее нет головы. Есть игла какая-нибудь? Надо прочистить вот этот отверстий. Сейчас, подожди, я схожу за иголочкой. Не надо, это мы шутим. Это, ребята, граната М-39. Очередной раз мы вам сообщаем. В родной краске. Ее кинули, но она не взорвалась. Это ли не чудо? Наверное, там винтовка Мосина все же. Вот, соответственно, вот. Со штыком. Царская? Царская. Да, царская. И даже штык комарицкого. Комарицкого. И, смотри, видишь, как планка крепится верхняя? Жалко, не сохранилось. Да, нечастая находка. Угу. Скорее всего, ранее совет. Знаешь почему? Почему? Хомуты. Не латунные? Нет. Без болтов. Без болтов, да. Угу. А что это за завод такой интересный? 25-й, что ли, или 23-й? Климо первый раз такое вижу. Есть. И это опять винтовка Мосина в идеальном состоянии. С деревом И тоже со штыком Растение портит приклады Прорастает В чем-то свежее этого года Оно пруталось его прорастить. Оно так и проросло. Бамбук Приоткрытый затвор. Главное не камни. Оно как новое. Ты не поверишь. Газаев, мне кажется тут кто-то из нас копал. Думаешь? Точно. Это не наш Леня? Не, не. Да что-то трубки были. Не, не, не наш. Ну хороший. Алюминий Газаев. Да что вы говорите. Ну. Оооо. Ручки не сохранились? Да. Ты, Грыш, хотел манерку в коллекцию? Да нет, не хочу уже. Ладно тебе, забирай, нам не жалко для участников отряда. Вон кстати кусочек. Да? Да. Дву можно припаять. Алюминий хорошо. А приварить можно? По яйца. Что? Аргоном. А. Какая-то кислая среда здесь в речке. В Новгородской. Уходим. Уходим отсюда и бежим. Не порти геометрию. Продолжаем алюминий снимать. Крышка. От немецкого котелка. Надо рассказать телезрителям, как отличить. Чем отличается, расскажи. Во-первых, отличается цветом. Но если цвета нет, то можно определить по заклепкам. У нас ручка приклепывается на три клепа, у немцев на две заклепки. И там еще должен быть год промеж клепок. Если потереть, то должен быть год. И две молнии. И по РЗМ, да? РЗМ. Деус взял цветной сигнал. Я его искал, 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 Газаев. Вы не поверите. Ох, нифига себе! И это у нас... Смотри, в синюшке. Ага. Ну, это я знаю, что кто снимает, там она и достается. Ха-ха-ха. 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 Побито, правда? Немножко, да, покоцаны. Это у нас год не тут еще. Вемер. Вемерский, еще до... До... До Дольфовский. Да, до Дольфовский. До... До Эдиковский. До Эдиковский. До Эдиковский, за Эдиковский. До Эдиковский, за Эдиковский, за Эдиковский Заскальский. Смотри-ка, магазин это света. И котел. Да, советский. Да, советский... Разбил и там все. Еще кусочки. Кусочки в зиму сейчас. Это штык-нож Светкина. СТ-40. СТ-40, ребята. Деревянные накладки, но они только деревянные были. В ножнах был, получился. Да, вот ножны. Просто погнули. Сильно. Глубоко лежал. Состояние такое. Тоненький, аккуратненький такой. А он не такой плохой. Мог быть гораздо лучше. Если бы Миша кольцо не отбил. Да. А в самом деле надо от Миши. С магазином. С магазином. С магазином. Ух. Ножка сглазала. Красиво. Продолжите полную разборку. Отсоединяем приклад. Зачем ты фломастерами разукрасил эти штаны? Камуфляж. Выгод у нас. Что же здесь за такое все мертвое? Это не мертвое, это боевое, мне кажется. Да, часть фильтра противогазного от немецкого противогаза. Газаев, похоже, печные войска. Какие? Печные войска вермахта начали пытаться. О! Это от печки походной. Такой сохран, что аж крошится. Наверное, перекалили, много жгли. Складная печечка. Складная, да? А, вот и с него. Кстати, недешевая, где-то по 13 рублей за килограмм. Да нет, я сегодня встретил товарища, он сказал, очень подорожало. По 13, да. Было 5, вот сейчас, говорит, после коронавируса, 13 стало. Да, говорит, только медь стала на одной этой. Что? Медь? Медь. На мой взгляд, непрофессиональный. Я думаю, что это фляга. Да? Очень похожа. Очень, да. И сейчас мы ее... Опа! Вот она. Отлично. Он ее, как профессионал, выкопал. Фляга немецкая. А, вот она целая. Ну, помой. Маркировочек никаких. Так. Маркировка дать. Она помойку. Пробочку. Тоже, позже. Так, ребята, немецкая алюминиевая фляга. С бакелитовой крышкой. Так, ребята, немецкая алюминиевая фляга. Ат ax!